ККР-24 Технологии Дешевый вариант Если его не оставлять под осадками То прослужит достаточно Хотя его придется В любом случае ремонтировать Почаще Так как дешевый товар Он редко работает больше сезона А так если спустя пару лет Вы не забросили пчеловодство Ну или по крайней мере Не угасло желание продолжать То лучше уже взять Вот такой нормальный Причем он тоже шел с завода Как с качественной эко кожей Причем тоже Он точно так же прослужил Только сезон И сразу же потрескалась кожа Пришлось менять фанеру На более толстые защитки И заново обувать нормальной кожей Только вот этот В отличии от нержавейки Считаю доработка Это пустая трата времени Потому что стакан Во-первых он мягкий Тонкостенный Ну и голое железо Причем даже не оцинкованный А этот после капремонта Служит исправно Больше 6-7 лет Так что можно смело сказать Что это реально очень хороший И почти вечный дымарь Ну а если хочется Что-то более интересное Современное То в первую очередь Стоит обратить внимание На этот электрический дымарь Он реально сохранит У вас очень много времени На зажигание Посмотрим далее Состоит дымарь Дымарь из пластиковой ручки В которой снизу Монтирован вентилятор Для нагнетания воздуха Прокладка огнеупорная Для защиты теплоизоляции Питается от 4 батареек Стандарта 2А Кнопка включения Выход для зарядки Микро-USB И самое главное Это кнопка с фиксацией Которой пришлось Приспособить как смог Об этом тоже расскажу Чуть позже Так вот Знакомый стажем Человод Кому за 70 лет В нашей недавней беседе Говорит, что Такий за свою жизнь И научился Правильно зажигать дымарь Чем только не пробовал Не зажигал Трачу намного больше времени Но снова раз-два Гаснет Гаснет быстро Причем Чтобы дымарь Могу весь день Работать Нужно знать Всего два простых правила Первое Самое главное Основное Это то Как зажигать дымарь То есть До тех пор Пока корпус Хорошенько прогреется Надо зажигать Как минимум 5-10 минут И второе Надо топливо Своевременно Заправлять Соблюдая Это Дымарь Может спокойно Работать Весь день Без проблем Ну и Видим Удобство Кнопки с фиксацией Включил И он у меня Почти 10 минут Прогревается Самостоятельно Вспомнил Где-то Обсуждали В группах Или форуме Что он Не очень хороший Что плавится Ручка Пластик Низкого качества И так далее Для эксперимента После хорошего Прогрева Проверяем Температуру С точным Измерителем И Как видим На расстоянии От банки В 2 мм Привор Фиксирует Температуру Чуть Выше Окружающей среды Причем Который Даже Самый Дешевый Пластик При такой Температуре Не потеряет Форму Ну и При Контакте Датчика С корпусом Показывает 60-70 градусов И Если Не распылять Огнем То Редко Переваливает Этот Температурный Порол Поэтому В принципе Можно Испортить Любую Вещь Но Она При Правильном Обращении Думы Также Прослужит Достаточно Очень Долго Причем У меня Этот Дымарь Уже Второй Сезон Теперь Расскажу Немного Думал Шум От Дымаря Может Какой-то Разницу Даст В сравнении С традиционным Но Как Видим Пчелы Ведут Себя Спокойно Что же Касается Доработки Тут Как видим Завода Идет Без Второй Кнопки Но Нет Ничего Сложного Если Есть Под рукой Паяльник Канцелярский Ножик И Любая Кнопка С Фиксации Пластик Тут Хороший Нехрупкий Ну И Достаточно Прочный Надо Сделать Надрезы И Аккуратно Пассатижами Убрать Лишний Пластик Пассатижами вот эти батарейки я купил невнимательно причем за сезон они потеряли почти 70 процент емкости поэтому лучше взять сразу нормальные литий-ионные аккумуляторы батарейки причем его нужно заряжать от обычной телефонной зарядки и же если нет времени на зарядку можно просто питать от повербанка причем даже если вообще пикнут батарейки так что можно сказать у него единственный недостаток один это энергия которые можно решить разными способами тот же прикуриватель автомобиля может заряжать через телефонный зарядник в общем очень неплохой товар друзья если остались вопросы пишите комментарии поддержите развитие канала лайком всем спасибо за просмотр